Республика понесла невосполнимую утрату. Не стало старейшего преподавателя Института культуры и искусств Карачаева-Черкесского госуниверситета Магомеда Сосурановича Бастанова. Более полувека он учил студентов рисованию и открывал для них мир живописи. О жизненном пути мастера расскажет Шерифат Лепшокова. Магомед Бустанов стал легендой еще при жизни. Своим учителем его могут назвать несколько поколений студентов Института культуры и искусств, тогда еще художественно-графического факультета. Из года в год мастер учил техники рисунка, наполняя красотой не только холсты, но и души вчерашних школьников. Мудрый учитель и добрый советчик. Он всегда готов был прийти на помощь, не только в учебе, но и в житейских вопросах. Будущим художником говорил, знаний одной лишь техники недостаточно. В работах должны быть мысли, переживания автора, нужно тонко чувствовать предмет изображения. Самому мастеру был близок пейзаж. Осенняя природа с ее богатством красок – это то, что невозможно не любить, говорил Магомед Бустанов. Он много ходил на этюды, забираясь далеко в горы. Когда я ухожу, поднимаюсь выше, меньше суеты, меньше шума, меньше разговора. Как бы ты чувствуешь себя наедине с природой. Как бы диалог окружающей природы и со мной происходит. Мысленно. Любовь к искусству появилась в депортации, когда людям казалось не до красоты, выжить бы. Но в первом классе он впервые видит карандаш и уже не может с ним расстаться. Рисование займет все время. Природный дар мальчика заметят учителя, а по возвращении – эректор вуза в Карачаевске, позвавший его учиться. Открывался новый художественно-графический факультет. Будущий студент сам готовил помещение к учебному году, помогал убирать, красить стены. А спустя более чем полвека на них будут висеть картины мастера. В них легко считается его любовь к жизни, природе, людям. Может быть, поэтому коллегам Магомеда Бустанова так трудно свыкнуться с его уходом. Магомед Сесуранович очень светлый и добрый души человек. Он каждого своего студента просто любил и окружал огромным вниманием. Я как студентка то же самое все испытала, потому что знакома с ним с первого курса. Он настолько влюблял в себя, привлекал нас к занятиям изобразительным искусством, учил работать на пленэре. Это настолько светлый, замечательный человек-художник, что его будет просто сильно не хватать. Награждённым множеством наград Магомеда Бустанова было за 80. Но в нём не угасал интерес к жизни, красоте природы. Тёплый, интеллигентный человек. Он был окружён учениками, любящей семьёй и почитателями его таланта. Был великолепным художником, путешественник, можно сказать. Он не смотрел на какие-то препятствия транспортные, какие-то проблемы. По всей территории Карачаево-Черкесии самые красивые места. Если кто-то посетит, может, где-то под каким-то деревом найдёт этюдник, наверное, это будет этюдник Магомеда Сусрановича. Он не носил с собой. Если он один раз пойдёт на пленэр, он, чтобы обратно не нести, он этюды свои нёс обратно, а вот этюдник оставлял там в надежде на то, что вернётся ещё раз туда. Он ждал это лето, чтобы вновь ходить на этюды. Теперь это будут делать его ученики. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.